В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. По белой теплоход. Самарская компания вышла на рынок пассажирских речных перевозок в нашей республике. Ипотека дешевеет. Средняя ставка ипотечных займов в Башкортостане сократилась почти на процент с начала года. Все на старт. 17 сентября в столице Башкортостана пройдет третий международный Уфимский марафон. Ожидается более 5000 участников. На рынок речных пассажирских перевозок республики выходит частная компания из Самары. Ространс Тур переняла эстафету у башкирского речного пароходства. Что интересно, перевозчик арендовал теплоход Башкортостан. За период навигации на судне планируют перевезти почти 2000 пассажиров. На будущий год на четверть больше. Хотя все шло к тому, что навигации для пассажирских судов в регионе в этом году не будет вовсе. Причиной стали финансовые проблемы башкирского речного пароходства. Башкортостан пока будет единственным круизным теплоходом в регионе. Помимо него в аренде у той же компании находится аналогичное судно «Муса Гореев», которое работает в Самаре. В республике еще восемь подобных кораблей и при определенных вложениях половина из них могла бы вступить в строй. Отмечу, что цены на речные круизы останутся на уровне прошлогодних. На данный момент более половины билетов уже распроданы. Что ожидает туристов в этом году? Совершенно новый уровень сервиса на борту. Начинается с элементарных мелочей, с таких как прием, подача блюд, экскурсионное обслуживание на новом уровне. По итогам этого года мы с вами будем понимать, какие круизы более востребованы, какие круизы предлагать на следующий год. В то же время Башкортостан занимает третье место. В этом году в округе по объему просроченной задолженности по ипотеке – 1,2 млрд с незначительными изменениями с начала года. На первом месте Пермский край – 1,6 млрд со снижением почти на 60 млн. На втором – Самарскую область – 1,3 млрд с аналогичным снижением. Замыкает рейтинг Республика Марии Элл с показателем 98,5 млн. и ростом на 7 млн. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на среду. Основные конкуренты отечественной валюты ведут себя разнонаправленно. Доллар просел на 26 копеек, 56,26 евро укрепился – 62,03 рубля, рост на 19 копеек. Лучшие обменные курсы на вторник – покупка доллара в Промтрансбанке за 56,30, продажа в Банке БКС за 56,59 с комиссией до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Банке БКС за 62,10 рубля, по продаже в Росгострахбанке за 62,35. На Международном Уфимском марафоне в этом году ожидается более 5000 участников. Об этом говорят организаторы масштабного спортивного события, которое пройдет в столице республики уже в третий раз. По сути, забег такого высокого уровня в Башкортостане – единственный. Старт 17 сентября на стадионе «Динамо». По традиции, на выбор спортсменам предоставят 4 дистанции – 42,2 км, 21,10 км и семейный забег на 3 км. Трасса будет проходить по исторической части Уфы вдоль главных достопримечательностей столицы республики – памятника Салавата Юлаеву, конгресс-кола, фонтана «Семь девушек», ледового дворца Уфа-арена и памятника Мустаю Кариму. Каждый участник получит футболку, медаль на финише с уникальным дизайном, сертификаты на подарки от партнеров и многое другое. Фиксация финишного времени будет проводиться высокоточным оборудованием, которое используется в олимпийских забегах. Подать заявку на участие уже можно на сайте уфамарафон.ру. На этом пока все. Далее смотрите проект РБК Уфа интервью.